Приветствую вас! Вы, конечно, мало информации себе предоставили, поэтому ответ мой будет, скорее всего, достаточно общим, потому что более полный вам ответ не представляет дать возможности, пока что, на данный момент. Вот, и я полагаю, что начать нужно с того, что так, как вот вы себя чувствуете, да, было не всегда, но тут, то есть, когда-то было по-другому, да, когда-то у вас было всё относительно неплохо, всё относительно хорошо, и мне представляется важным именно данный момент в первую очередь, потому что необходимо понять, что с вами произошло. Необходимо понять, что у вас случилось, и выявить, какие произошли изменения. Необходимо определить, в какой момент вы перестали чувствовать себя. чувствовать свои желания, чувствовать свои потребности. В какой момент вы стали, ни много ни мало, запрещать себе это? Вот, в этом направлении, я рекомендую вам, в первую очередь, посмотреть. По крайней мере, меня, как психолога, в первую очередь, интересует это. То есть, что вы описываете, можно назвать депрессивным состоянием и потребностью, к примеру, потребностью, желанием убежать, спрятаться от реального мира, который вас, судя по всему, не устраивает. Вот это то, что я могу вам сказать. То есть, с точки зрения психологии, в какой-то момент вы перестали слушать себя. Перестали слушать себя. Перестали слушать себя. Вот. И назад. Игнорирование своих чувств, подавление их, подавление их вашими понятиями «должна», «надо», привело вот, к данному аспекту. И, чтобы этого не было, необходимо разобраться с тем, значит, что у вас произошло. Вот. Это очевидно, что что-то изменилось у вас. А я бы мог предложить вам поработать с эмоциональным интеллектом. Вот. Работать. Предложил бы поработать с вашими чувствами. Вот. Но не знаю, согласитесь ли вы. о том, что вам кажется, что у вас заболевание какое-то. Да? О том, что вы пишите «неизлечимая болезнь». тоже достаточно интересный момент, на мой взгляд. Потому что, ну, не случайно, не случайно вы чувствуете именно это. То есть, именно вот, не случайно вы чувствуете именно, что у вас неизлечимая болезнь. То есть, вероятно, вам хочется, вам, вероятно, хотелось бы, чтобы вы заболели. Подсознательно, безусловно, чтобы что-то, знаете, чтобы что-то, чтобы, к примеру, освободиться от той ответственности, которая у вас есть, к примеру. Чтобы, к примеру, позволить себе расслабиться, позволить себе быть свободной. Понимаете? Страх может быть и следствием чувства вины и появления у вас таких мыслей, как, например, «я недостойно жить», к примеру, «я достойно того, чтобы умереть» или «достойно того, чтобы болеть» и так далее. То есть, здесь, конечно, вам достаточно сложно, здесь вам, безусловно, нелегко. Но и от этих программ, в общем-то, можно избавиться, если работать в этом направлении, если работать. Можно избавиться от этих программ негативных. Другой вопрос, другой вопрос. Хотите ли вы этого? Потому что вы даже вопрос не задаете. Вы говорите, хотелось бы, как раньше, веселиться, выпишите гулять с ребенком, радоваться всему и веселиться. Это можно сделать. Для этого нужно просто разобраться с тем, что произошло у вас. Разобраться и подкорректировать свое поведение или отношения. Я бы даже сказал, я бы даже сказал, что это немножко детская позиция, что вы вот считаете, что хотелось бы, как раньше. Это немного детская позиция, потому что вернуть все, как раньше, вы не сможете. Скорее всего. Но, вы не сможете вернуть все, как раньше, чтобы было. Но зато вы сможете стать сильнее, стать опытнее. Главное, освободиться от того, что это делать на вас давит. Вы пишите, что вам постоянно хочется спать, я полагаю, что у вас так же нет сил, ни на что. Подумайте, на что уходят силы ваши силы или куда они уходят, ваши силы. На что вы их тратите, на что вы их расходуете и так далее. Мне кажется, это очень важная история. Мне кажется, это очень важный момент для вас. Чтобы вы поняли данное. Обязательно рекомендую обратиться к врачу. Вам. Потому что, возможно, все физиологические аспекты. Обязательно рекомендую вам обратить внимание на свои роли, которые вы выполняете. в каком смысле слова, в каком смысле слова о роли. Да? В каком смысле слова. У человека есть набор, набор ролей, которые он выполняет. К примеру, существует роль родителя. К примеру, существует роль жены. К примеру, существует роль друга. Роль ребенка для своего родителя. Роль делового партнера. Роль социального индивида. И все эти роли связаны с вами. Для того, чтобы человеку чувствовать себя комфортно, вам нужно выполнять все роли, которые я перечислил. Вот. Для этого, необходимо, коррекция. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.